Ялцинский международный экономический форум Севастополем и африканской страной Эритрея Подписали его Дмитрий Овсяников и посол Эритрея в России Договоренность подразумевает сотрудничество в областях госуправления, образования, культуры и экономики Ну а сейчас давайте послушаем, что же это соглашение значит для Севастополя и для африканской страны Это очередной шаг в развитии побратимских отношений города Севастополя с зарубежными городами Учитывая наши хорошие международные отношения России и Эритреи Мы определили круг наших будущих взаимоотношений по сферам культуры, образования, туризма, сфере промышленности Вот эти основные направления мы будем развивать Как сказал губернатор, наш интерес состоит в развитии отношений между двумя портовыми городами После войны Севастополь был очень сильно разрушен, поэтому не случайно он именуется городом-героем Город Масао тоже был полностью разрушен во время войны Масао не такой большой, как Севастополь, но очень важный Ведь фактически это окно в Африку Многое пришло в Африку через него При помощи Севастополя мы хотим вернуть нашему городу красоту и оживленность Ведь он – жемчужина Красного моря Как создать благоприятный инвест-климат и комфортные условия для бизнеса Рассказали и представители Севастополя на одной из секций Причем гости из Италии отметили, что полуостров весьма привлекателен для бизнеса И итальянцы готовы к сотрудничеству, в частности в сфере сельского хозяйства, логистики и даже создания мебели Тем более, что для инвесторов здесь предполагают массу преференций Санкции для иностранных бизнесменов – не помеха Политика – политика, а деньги – деньгами Поэтому если бизнес, если предприниматели, если они, конечно, не сильно зависимы от санкционных моментов Видят для себя возможность заработать в конкретном субъекте В данном случае в нашем городе Севастополе То я думаю, что особых ограничений там нет Всего за три дня форума состоятся около 70 мероприятий Участников ожидают пленарные заседания, встречи с иностранными журналистами И открытие аллеи российско-сирийской дружбы Мы продолжаем следить за событиями в Ялте 1944 год, апрель Отдельная приморская армия после артиллерийской и авиационной подготовки Успешно заняла Балаклавские высоты Только взяв этот рубеж, можно было начать штурм Сапунгары И в дальнейшем освободить весь Севастополь Борис Павлович Малько был в числе первых, кто 18 апреля на танке прорвался на Балаклавскую землю Сегодня ему 92, но все события помнят, как будто они произошли только вчера Балаклаву мы взяли без потерь Но немец сдался Я с горечью посмотрел, думаю, несчастные люди, кто вас сюда послал Идеология, которая нарушает жизнь человека Ну и жалко было их, этих слюнявых румын Немцев, которые поднимая руку и кричали Все, капут Гитлер и так далее Спустя 74 года после освобождения Жители Балаклавы снова приветствуют победителей и вспоминают павших воинов Торжественные мероприятия начались с возложения цветов к памятнику генерал-майору Петру Новикову Коменданту первого сектора обороны Севастополя 1941-1942 годов Затем шествие к обелиску воинам-защитникам и освободителям Балаклавы Перейти парадной колонны – автомобильно-мотоциклетная группа Вслед за советской техникой – моряки, курсанты, юнормейцы, школьники и руководство города Участников шествия приветствуют жители Балаклавы Десятки людей, потомки героев Несут портреты своих дедушек и бабушек в бессмертном полку Дедушка мой был летчик, герой войны Он сбил 10 вражеских самолетов Мы уже второй год участвуем в Балаклавском шествии Три года в городском шествии 9 мая Мы готовимся заранее, и одежду готовим, и фотографии военные показываем И песни дети учат И вообще сегодня утром я открыла окно и услышала мелодию военных лет И прям слезы на глазах Колонна останавливается у обелиска освободителям Балаклавы Это место – братская могила защитников Отечества Сотни человек, участников митинга, почтили павших бойцов минуты молчания Затем к подножию обелиска легли цветы и венки На митинге вспомнили страницы доблестной истории Севастополя Именно с освобождения Балаклавы начинается празднование Великой Победы После торжественной части – прохождение роты почетного караула юнормейских отрядов Город Севастополь – единственный в Российской Федерации, где каждый сотый житель – это юнормеец И сегодня мы видели и кадетов, и юнормейцев Здорово, что эти традиции патриотического воспитания, они в нашем городе живут И мы уверены, что так будет и дальше Что всегда было особенным в Балаклаве – это то, что здесь жила дружная семья балаклавцев всех поколений Так они защищали Севастополь в 1941-1942 году, так они боролись за освобождение Севастополя И такими они остаются сегодня В 74-ю годовщину освобождения для балаклавцев организовали также полевую кухню и выставку раритетной техники Горожане смогли ознакомиться с автомобилями и мотоциклами времён Великой Отечественной войны Мотоциклы-ветераны М72, также автомобили ГАЗ-67, Виллесы, ГАЗ-М1, ну и знаменитые ЗИС-5 и автобус на базе ЗИС-5 Вся эта техника, практически вся участвовала в боевых действиях И несмотря на её преклонный, можно сказать, возраст, она в строю и даже готова сейчас выполнить какие-то боевые задачи В сквере звучат песни военных лет, для горожан играет оркестр Черноморского флота Вспомнив молодость, под аккомпанемент духовых инструментов вальсируют ветераны Сегодня у них особый повод для радости Вместо страшного гула снарядов и запаха пороха, музыкальные мелодии и аромат цветов Уборка мусора в Севастополе – одна из основных задач коммунальных служб и правительства города Особенно сейчас, когда приближаются майские праздники и сезон отпусков Очень важно подготовить город, максимально сделать его чистым, благоустроенным, чтобы город расцвёл во всей красе Для этого на прошлом заседании правительства было принято и подписано постановление правительства номер 200 от 30 марта Которое определяет, что с 1 апреля до 1 мая в городе проводится месяц по чистоте и благоустройству Для этих целей 14 апреля в Севастополе провели масштабный субботник Совместными усилиями удалось очистить территорию площадью 300 тысяч квадратных метров В мероприятии приняли участие сотрудники правительства, работники предприятий, представители общественных организаций, волонтёры и неравнодушные севастопольцы Однако, как отметили в департаменте городского хозяйства, горожан было немного Мы призываем всё-таки 21-го более активно проявить себя, активно выступить Потому что мы со стороны правительства обеспечиваем всеми возможные мероприятия, чтобы эти субботники провели более достойно Вместе с тем Евгений Горлов призвал жителей обращать внимание на стихийные свалки в городе В случае их обнаружения севастопольцам следует обращаться в муниципалитеты Сейчас ответственность за уборку города распределена между районными администрациями, управляющими компаниями, подрядными организациями и собственниками земельных участков Муниципальные округа должны сегодня организовывать работу У них созданы специализированные комиссии по факту выявления недопущения и предотвращения этих свалок В том числе доведены лимиты для того, чтобы эти свалки были ликвидированы Все ответственные за уборку уже получили от управления контроля предписание Они обязывают соблюдать правила благоустройства в конкретном секторе От этой парковки ведет дорога на одну из лучших видовых площадок на Балаклаву Но перед тем, как увидеть бухту во всей ее красе, туристы сначала знакомятся вот с этим А как говорится, встречают по одежке Какое мнение сложится о Севастополе у гостей города? Ведь здесь в любое время года много людей Туристы сюда едут своим ходом и организованными группами от туристических компаний Здесь хорошая смотровая площадка Отсюда, я думаю, что с этого уровня гораздо проще осматривать Балаклаву Вообще все, чем со стороны противоположной Мы хотим насладиться красотой, мы хотим соприкоснуться с историей И первое, на что наш взгляд падает, это на мусор А мусор – это всегда неуважение Дворники здесь не убирают, местным жителям все равно А количество мусора продолжает расти Зачастую туроператорам приходится справляться самостоятельно Туристическое сообщество в Севастополе очень дружное и дружелюбное И, насколько я знаю, есть некая инициативная группа Или инициативные люди, они собираются и устраивают субботники То есть они убирают за собой Или подготавливают к сезону объекты показа Чтобы гости увидели красивый и чистый город Информационный канал Севастополя Решил позаботиться об этом уже сейчас Мы дозвонились в Балаклавский муниципалитет И попросили внести эту площадку в список мест проведения субботника Но оказалось, что о проблеме знают Соблюдать чистоту нужно независимо от субботников и курортных сезонов Высаживая черенки винограда, жители 75-го дома по улице Горпищенко мечтают, каким станет их двор Здесь построят беседку и посадят цветы А через три года планируют собрать первый урожай сладких ягод сорта Шардоне Италия Сейчас будущий урожай – это 10 лунок по 2-3 черенка в каждой Чтобы виноград прижился, первую неделю его надо обильно поливать У нас детки каждую лунку будут опладывать любовно камушками Когда площадку уже сделают, я думаю, что мы даже своими силами поставим виноградную палатку Ну и со временем, видите, вот как раз мы так рассчитали Вот эти вот ветки все вырастут и заплетут, и будут детки в теньке виноградного листа Высадка виноградной лозы – только первые шаги по благоустройству двора В этом году здесь запланирован ремонт дороги и строительство детской площадки На Химовский район достаточно старый И в принципе в каждый дом, в каждый двор нужна детская площадка Каждый дом требует капитального ремонта, каждый подъезд требует текущего ремонта Поэтому все охватить сразу не получается Но вот постепенно мы шаг за шагом, год за годом выбираем новые позиции, новые территории, новые дома, где проводим работы А вот в 55-м доме по улице Горпищенко праздник уже каждый день В прошлом году здесь отремонтировали внутридворовые дороги А главное, впервые более чем за 50 лет появилось уличное освещение Вот освещения не было в этом дворе, даже когда этот дом сдавали Поэтому, конечно, были лампы у каждого подъезда Но со временем это все утратилось А освещение превратило наш двор в очень приятное место Потому что вечером заходишь, светло, цивилизованно, не в черную яму попадаешь Теперь в этом дворе есть и новая детская площадка Осталось только озеленить территорию И первые шаги уже сделаны Высадили 15 черенков винограда Жильцы уже планируют, как благоустроить зону отдыха Даже эскизы нарисовали Вот в этой части, где виноград посадили Вот сделать вот эту бельведеру Если бы был материал, я бы сам сделал Здесь альпийскую горку какую-нибудь, опять-таки кустарник посадить Здесь озеленить этот участок В целом в городе уже высадили больше пяти тысяч черенков винограда Еще две тысячи посадят в ближайшее время Самыми активными участниками акции стали жители Ленинского, Гагаринского и Нахимовского районов Менее активно в сельских территориях, где виноград, особенно в Каче, Андреевке и так присутствует Но урбанизированная часть Севастополя очень активно восприняла эту акцию Жители Нахимовского района считают, уют и порядок в своем дворе должны беречь сами жильцы Красота вокруг – дело каждого севастопольца А такие акции – только дополнительная помощь Саженцы винограда может получить каждый желающий Для этого достаточно подать заявку в муниципалитеты по месту жительства В этот день все внимание памятникам, как создавались, какое значение Вспоминают и об авторах Организаторы конференции говорят, у памятников города многовековая история Но не все ее знают и часто не понимают, зачем так тщательно беречь тот или иной объект Конференция сохранения культурного наследия Севастополя стала первой, где ответят на этот вопрос Самая главная задача – это нам начать дискурс, диалог о нашем культурном наследии Что мы сохраняем, понять, что мы сохраняем И как только мы наберем весь тот объем информации, не связанной с легендами и мифами А связанной с объектами культурного наследия Как развивался город, какие принципы были положены в основу градостроительства в 19 веке, в начале 20 века Между войнами, послевоенном развитии города И тогда мы поймем, каким город должен выглядеть И во всяком случае, как хотели, чтобы он выглядел те люди, которые жили до нас Сейчас в городе больше тысячи памятников 23 из них – достояние всей страны У них статус федерального значения Графская пристань, памятник затопленным кораблям, Петропавловский и Владимирский соборы Мемориальные комплексы Сапун-гора, Малахов-Курган и еще несколько десятков уже паспортизированы Проводится как государственный учет объектов культурного наследия Их выявление, их паспортизация, определение границ территории Внесение этих границ в публичную кадастровую карту Также проводится реставрация объектов культурного наследия И многоквартирных жилых домов, и учреждений культуры Также выявляются нарушения в сфере охраны объектов культурного наследия Виновные привлекаются к ответственности административной, слава богу, пока То есть у нас не было еще таких вот жестоких и жестких случаев Которые бы требовали уголовного наказания В сохранении культурного наследия большое внимание реставрации Для правильного выполнения без вреда объекту В работах участвуют историки, архитекторы, инженеры, конструкторы и геологи Сохраняют как отдельные памятники, так и общий облик города Целые улицы с историческими зданиями Именно реставрации посвящены часть докладов конференции Один из них о будущем облика центральной части города На примере улицы Большая Морская За 60 лет после восстановления Севастополя Именно реставрационных работ по центральному холму Проводилось очень малое количество И сейчас то состояние, которое мы видим из зданий И последствия уже 80-90-х годов Когда были сделаны достройки, пристройки Это проблематика, которая требует комплексного решения проблемы И на этой теме доклада я постараюсь показать Какие общемировые, общероссийские примеры Как это делается Обсудили и реставрационные работы по обелиску Городу-герою Севастополя Чаще севастопольцы называют его штык и парус Проект будет представлен до конца 2018-го И уже в следующем году начнется реставрация обелиска Всего на конференции представили 18 докладов Наиболее значимые будут опубликованы в лимонахе Историк культурного наследия Севастополя В центр крови Севастополя ежемесячно приходят около тысячи доноров Каждый сдает по пол-литра крови После материал разделяют на ретроциты и плазму Часть отправляют на исследование, остальное в карантин на полгода Жидкость хранится в специальном холодильнике В заморозке при температуре минус 80 градусов При такой заморозке все необходимые компоненты, которые есть в плазме Они, соответственно говоря, полностью сохраняются И полностью имеют те качества, которые необходимы в дальнейшем Уже рецеплиенту для скорейшего выздоровления После первого забора крови донору необходимо сдать кровь повторно Если в ней не обнаружат инфекцию, плазму можно использовать Иначе будет утилизировано Донором может стать любой здоровый человек старше 18 лет И весом более 50 килограммов При этом плазму можно сдать два раза в месяц А кровь с интервалом в два месяца Забор крови это тоже не совсем, как сказать, такая процедура простая То есть человек должен быть и хорошо настроен Человек должен быть и здоров, и хорошее самочувствие То есть очень много моментов есть, которые необходимо, скажем так, применить Поэтому даже бывает такое, что многие доноры обижаются Когда я говорю, вы сегодня, допустим, не можете У вас там давление чуть выше Поэтому в данной ситуации мы должны очень правильно подходить Очень правильно все расставлять Потому что здоровье донора для нас очень важно Сотрудники службы судебных приставов сюда приходят регулярно За четыре года они уже восполнили банк крови Севастополя на 150 литров Сегодня пришли 18 доноров, шесть из них впервые И это радует, потому что люди хотят сами идти и помогать нашим севастопольцам Эмилия Киборкова решила стать донором еще студенткой Первый раз ее остановил страх, потом рождение ребенка А сегодня все же удалось прийти в центр крови Конечно, первый раз всегда все очень страшно Всегда какие-то мысли о том, что вдруг станет плохо А вдруг не станет, что можно кушать, что нельзя, что можно делать, что нельзя Ну, в общем, страхи есть небольшие, но я надеюсь, что все будет хорошо А вот Мария Морос первый раз стала донором 4 года назад Тогда, после процедуры, у нее закружилась голова, потеряла сознание Спустя полгода пришла повторно, теперь сдает кровь раз в три месяца Говорит, к процедуре готовится заранее Нужно соблюдать диету перед сдачей крови Не употреблять алкоголь, не употреблять молочные продукты, жареное, острое Сдал кровь 40 раз, стал почетным донором Кроме этого, за каждую донацию выплачивают компенсацию порядка 600 рублей И предоставляют два выходных Но не поэтому Александр Крюгер больше 44 лет сдает кровь Мужчина гордится званием дважды почетного донора И возможностью помогать людям Нужно восполнять базу данной крови И самому участвовать И для кого-то, и просто так приходить И не то, что там платно и так далее Потому что не только сдавал кровь Но я потом уже сдавал и плазму крови И уже будучи сейчас в возрасте 62 года Я сдавал уже тромбоциты По данным Всемирной организации здравоохранения Доноры живут в среднем на 5 лет дольше человека, не сдающего кровь Это происходит из-за активизации клеток красного костного мозга Как следствие регулярная стимуляция иммунитета Стать донором или нет – выбор каждого Однако ваше участие может помочь спасти чью-то жизнь Один из методов оставаться здоровым – Предотвратить болезнь с помощью укрепления иммунитета Каждый год в мире регистрируется До 40 миллионов случаев инфекционных заболеваний По статистике, больше им подвержены дети Плановая вакцинация, по информации Всемирной организации здравоохранения Ежегодно спасает жизнь и здоровье До 3 миллионов детей Достигается это и участием В Европейской неделе иммунизации Основной целью этой недели Это повысить знания нашего населения Что вакцинироваться нужно Что это правильно Что это даже их обязанность Для того, чтобы сохранить Как свое здоровье, так и здоровье своих детей Детских инфекций крайне много И зачастую они протекают в тяжелых формах А тяжелая форма – это последствия После заболевания Это и осложнения всевозможные Которые могут привести к инвалидизации детей Вплоть до смерти То, чего мы не хотим То, от чего мы пытаемся избавиться Потому что лучше предотвратить, чем лечить В период Европейской недели иммунизации Вакцинация продолжится в плановом порядке Прививки будут ставить против всех болезней Которые поддаются иммунокоррекции За счет вакцины В их числе – краснухой, гепатит А и Б Коклюш, дифтерия, столбняк, корь Контролировать вакцинацию будет комиссия Центра медицинской профилактики Во время выезда в детские поликлиники Проведут и конкурс «Лучший прививочный кабинет» Поскольку это все-таки профилактика То само название нашего центра Уже понятно, что мы не могли остаться в стороне И мы, конечно, примем активное участие В неделю европейской иммунизации Я просто в прошлом врач-инфекционист Поэтому я могу сказать, что я еще видела дифтерию Это страшно А как дети передают свою инфекцию взрослым Ну, очень неприятная ситуация Поэтому необходимость прививочных всех компаний нашей И то, что родители должны понимать, зачем они это делают Ну, вот как раз мы этим будем заниматься Количество вакцин в городе сегодня достаточно Для того, чтобы все севастопольцы смогли обезопасить себя От инфекционных заболеваний Если происходят перебои с поставками вакцин от Минздрава Потому что по национальному календарю поставки идут централизованно То департамент здравоохранения на сегодняшний день решает И за счет средств города Приобретается необходимое количество вакцин Для поддержания иммунного статуса нашего населения Для того, чтобы сделать прививку Взрослым севастопольцам нужно обратиться к участковому терапевту Информацию о вакцинации детей можно получить у участковых педиатров Проблема с аптечными пунктами Всегда воспринималась севастопольцами очень остро Большие очереди, отсутствие многих лекарств И самое сложное – ожидание того, когда твое лекарство будет в наличии 23 октября прошлого года муниципальная аптека По адресу проспект Октябрьской революции, 33, закрылась Ссылаясь на департамент здравоохранения Сотрудники аптечной сети просто отказались выходить на работу Причина – отсутствие заработной платы Сейчас в Севастополе работают шесть аптечных пунктов И дополнительно три в сельской местности Работают в каждой поликлинике, кроме, как я уже сказал, второй поликлиники Аптечные пункты по выдаче Большие планы связаны с ремонтом первой поликлиники На восставших там будет настоящая полноценная аптека С выдачей всего спектра, такая же, как на проспекте Октябрьской революции И вот сеть будет, в общем-то, завершена ее созданием Елизавета Ефимовна уже много лет пользуется услугами аптеки номер 30 В общем, работой довольна Близко к дому и необходимые лекарства все выдают А сегодня еще и очередей нет У меня пока лекарства все есть Мужу не дали лекарства, сказали, что когда будет, вам позвоним Вот был человек, который сказал Да, бывает, что нет лекарств Это да, эти проблемы есть А то, что пока работают несколько пунктов То пока здесь людей нет Если они опять их закроют, то, что я повторяюсь То опять здесь будет дурдом Но несмотря на некоторые сложности В поставках лекарственных препаратов Есть и положительные изменения Очереди, на которые жаловались все посетители аптеки, стали меньше Меньше стало жалоб и возмущений по поводу очередей в нашей аптеке Это в связи с тем, что мы расширили сеть точек отпуска Льготного лекарственного обеспечения В городе около 50 тысяч человек, которые имеют право на бесплатные лекарства На данный момент Севастопольская аптечная сеть Обеспечила лекарственными препаратами более 11 тысяч рецептов По федеральной квоте и 27 тысяч по региональной Остальным предоставят лекарства в ближайшее время Дому номер 26 на улице Гоголя в следующем году исполнится 60 лет С момента постройки в нем работает музыкальный магазин Но здание несколько десятилетий привлекло Не только любителей музыки, но и вандалов Одна из стен дома принимала удар До этого были какие-то непонятные графические изображения Плюс еще рекламировали дополнительно распространение наркотических средств Соли и так далее и тому подобное Мы устали закрашивать каждый день практически То есть только закрасишь, сразу же появляется новая надпись Тогда сотрудники музыкального магазина и жители дома решили попробовать другой вариант Пригласили расписать стену профессиональных художников из Ялты Владислава Подобригора и его команду Эскиз подготовили в течение трех дней Буквально в течение еще одного все было утверждено Закуплены материалы, соответственно мы приехали рисовать с Владиславом Вариантов изображения дизайнер предложила несколько Херсонес, фиолент и памятник затопленным кораблям Остановились на памятнике, символе города Почему именно легендарный? Потому что продолжение, мне кажется, бессмысленно Так как сам памятник затопленным кораблям говорит сам по себе, что он в Севастополе При создании этой картины участвовал практически весь дом Собственно все жильцы этого дома были за, поддержали нашу идею Заказчики рисунка надеются, вандалам не захочется портить такое изображение Однако попытка уже была Ночью после первого дня работы художников на стене дома снова появилась реклама Владельцы магазина поставили вторую камеру видеонаблюдения И теперь намерены следить за зданием еще более внимательно